Доброго утра, Хакасия! Вы включили телевизор, а значит проснулись и вам нужен положительный заряд. Сделаем. Программа «Утро Хакасии» уже готова, а вместе с ней и мы, ее ведущие Ольга Семенова и Иван Тинников. Этим утром примем участие в торжественном открытии нового спорт-объекта Хакасии, познакомимся с мимимишными питомцами республики. А вместе с гостем программы объявим старт недельному призовому марафону в нашем эфире. И еще раз доброе утро, мы начинаем! Стартовала последняя неделя уходящего лета 2018-го, но без паники, чтобы приободриться, мы начинаем утро в добрых русских традициях, с праздников и торжественных событий. Сегодня понедельник, 27 августа. Шуточный календарь подсказывает отмечать день ленточек и бубенчиков или устроить пышный праздник в честь пролетающих облаков. Ну, отличное событие для любителей помечтать. Кстати, в следующей памятной дате мы обязаны талантливым фантазерам. 27 августа в нашей стране отмечается день российского кино. Отечественный кинематограф подарил зрителям сотни и даже тысячи замечательных фильмов. Многие из них завоевали неподкупную народную любовь и фразы героев стали крылатыми. Чего только стоят операция «И» и другие приключения Шурика, служебный роман, бриллиантовая рука, Иван Васильевич меняет профессию и многие-многие другие. Отмечается день российского кино с 1980-го года. Правда, тогда он носил название «День советского кино». Эта эпоха подарила нам массу поводов для гордости. Например, 27 августа 96 лет назад в свет вышел первый номер любимого миллионами журнала «Крокодил». Изначально издавался он лишь в качестве приложения к газете «Рабочие», но настолько понравился читателям того времени, что уже с 13-го выпуска перерос в самостоятельное издание. На его страницах печатались Маяковский, Ильф и Петров и многие другие сатирики, писатели и журналисты. «Крокодил» долгие годы оставался главным юмористическим журналом страны советов, но после ее распада почему-то утратил свою популярность. Не помогли и попытки возродить его в наши дни. Ну, чему быть, того не миновать. А вот что точно не потеряет любовь к себе, так это груша. Сочная и аппетитная. Она популярна не только в нашей стране, но и во всем мире. Существует больше трех тысяч разновидностей груш. Но что мы на самом деле знаем об этом фрукте, кроме того, что он обладает полезными свойствами, приятным на вкус и имеют различную форму и цвет? Вот несколько любопытных фактов. Много в груши макро- и микроэлементов, например, железом, необходимого для синтеза здоровых кровяных клеток. Поэтому рекомендуется употреблять груши при быстрой утомляемости, головокружении, учащенном сердцебиении, при появлении трещин в уголках рта, плохом заживлении тканей и даже при чувствительности к холоду. Все это – симптомы недостатка железа в организме. Удивительно, но мягкая, сочная и сладкая груша помогает сделать зубы более крепкими. Дело все в микроэлементах. Груша содержит природный кальций и фосфор, которые, действуя совместно, укрепляют зубную эмаль. Проще всего выбрать вкусные груши, ориентируясь на их аромат. Груши должны очень приятно пахнуть. Если запаха нет или он неприятный, значит груши сорваны очень давно и хранились с использованием специальной воздушно-газовой среды. Они не будут вкусными. Древесина груши очень прочна, поэтому из нее делают мебель и музыкальные инструменты, которые сохраняют свой внешний вид на века. Издавна из древесины груши делают линейки для архитекторов и инженеров, так как они не подвержены деформациям. Сейчас из груши изготавливают кухонные приборы, тарелки и кружки. Что интересно, их спокойно можно мыть в посудомоечной машине. До того, как Колумб привез в Европу листья табака, жители континента курили листья нескольких растений. Особой популярностью пользовались листья груши. Так что хотите отвыкнуть от табакокурения – переходите на грушу. Все флаги в гости будут к нам. Что, это у нас проведут международный экономический форум? Нет, Оль. Этой осенью любителей классической музыки Хакасии вновь порадует ставший уже традиционный международный фестиваль «Молодые музыканты мира». На сцены Абакана, Саиногорска, Черногорска, Абазы и Минусинска выйдут талантливые и перспективные исполнители из России, Европы, Азии и Америки. Однако не музыкой одной запомнится этот фестиваль. В программу включены различные мастер-классы. Исполнители поделятся музыкальным опытом с учениками детских музыкальных школ республики. Что ж, запланируете посвятить себя музыке с 11 по 16 сентября. А если решите добиться больших высот в спорте, то и здесь у нас есть где потренироваться. В Хакасии и года не проходит без открытия новых спортивных объектов. В Черногорске, например, заработал еще один зал дзюдо. Для нас это событие и действительно праздник, да, ребят? Получить новый зал, новые возможности. Моя миссия сегодня больше действительно всех поблагодарить за это участие, за это партнерство. Двухэтажное здание более 10 лет пребывало в аварийном состоянии. Объект был передан муниципалитетам в долгосрочную аренду региональной федерации дзюдо. Внешняя и внутренняя отделка, пластиковые окна, электропроводка – лишь часть того, что было сделано меньше, чем за полгода. Новый зал «Ахбарс» в переводе с хакасского «белый барс» рассчитан на 200 спортсменов. На первом этаже тренажерный зал и зона кроссфита, восстановительный центр. На втором – татами, раздевалки и душевые. Здесь постигать основы гибкого пути по японски дзюдо будут девушки и юноши старшего возраста. Все самые лучшие чувства, потому что это удобно, и сверху можно бороться, снизу тренироваться, другие группы мышц. Это красивый вид спорта, не просто как, тут надо думать, ни одной силой можно выиграть, можно ссорить в разных положениях, найти другой, любой выход. Сейчас нравится, что начинаю уже потихоньку продвигаться, то есть начинаю занимать места. Приятно, что построили для нас зал. Спасибо большое. Вместе с главой Хакасии в церемонии праздничного открытия зала дзюдо участие приняла гостья республики – трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе. Это замечательный зал, чтобы он был для вас храмом спорта, чтобы вы приходили сюда, может быть, с одной стороны и потренироваться, с другой стороны отдохнуть душой. Удачи и поздравляю вас с прекрасным, замечательным, можно сказать. Сейчас мы его внимательно посмотрим этим домом для вас, храмом для вас, центром вашей подготовки, будущим результатом. Моя миссия такая – передать огромный привет от Федерации дзюдо России, которые тоже сопереживают и надеются, что в этом городе начинается действительно, оно продолжается, дзюдо. И мы не сомневаемся, что оно будет с большой буквы. В последние годы дзюдо в Хакасии набирает обороты. Только в Черногорске число борцов выросло вдвое – это почти две тысячи человек. Стала острая необходимость в том, чтобы создавать условия, куда бы дети могли прийти. За последние три года мы открываем этот уже третий зал, и он не последний. То есть рядом с этим зданием согласовал Виктор Михайлович, ожидал добро будет строиться центр единоборств города Черногорска, на зале, в котором мы сможем проводить не только всероссийские соревнования, но и соревнования международного уровня. В завершении экскурсии по новому залу главе региона вручили на память именное кимоно. Спасибо. Аскет, который живет в престижнейшем районе Рио-де-Жанейро. Марсио Мизаэль Мателиас умудряется наслаждаться свежим воздухом и проводить практически все время на пляже, но при этом не платить никакую арендную плату. Секрет прост. 22 года назад мужчина, которому местные жители дали прозвище Король Пляжа, построил себе замок из песка и поселился там. 44-летний Марсио любит, когда его называют королем, и с удовольствием позирует на троне перед своим замком, не забыв про корону и скипетр. Замок короля не особенно поражает своими размерами, ведь он занимает всего 3 квадратных метра. Большая часть внутреннего помещения заставлена книгами, так как у Марсио имеются три главных страсти в жизни. Это чтение, гольф и рыбалка. Мужчина, у которого нет родственников, говорит, что счастливо живет в своем уединении. Ну да, не хорома у песочного короля. Конечно, зато он круглый год живет на море. Но вот в Хакасии скоро круглый год будет зима. Вань, ты чего? Не нужно такого счастья. Оль, ты сначала дослушай, в республиканской столице скоро появится самая настоящая ледовая арена. Так решил сам президент страны, между прочим. Ледовому дворцу в республиканской столице быть. Такое решение принял президент России по итогам встречи с главой Хакасии. Виктор Зимин рассказал, новый спортивный объект должен стать тренировочной базой для хакасских хоккеистов в летний период. В других регионах все, эти площадки все разобраны, там просто нет возможности нашим ребятам. И четыре месяца мы не тренируемся. Играем в футбол, но не в хоккей. Впрочем, как подчеркнул руководитель региона, ледовая арена на три тысячи зрительских мест призвана не только помогать спортсменам. Подобные объекты можно встретить в таких ближайших городах-миллионниках, как Новосибирск, Красноярск. Теперь в этот престижный список войдет и столица Хакасии. Глава региона уверен, ледовый дворец откроет невиданный прежде потенциал. Вот этот стадион будет для всех. Для детей, для взрослых. Он действительно вместит в себя все те нужды, которые есть в регионе. У нас есть небольшая площадка воинской части, но нет зрителя. Нет, сам этот потом объект позволит там и концертный устраивать, и проводить разное рода шоу, и бокс вести, и борьбу вести. Но это же площадка многофункциональная. Преимущества крытого ледового поля очевидны. Это тепло, светло и безопасно. Мечта любого города. По предварительным данным, новую арену начнут возводить на территории будущего парка в районе Арбан. Доброго утра всем, кто просыпается вместе с нами. До ответственного общественного события, как бы вы думали, какого? Правильно, выборов. Остается всего пара недель. И уже по доброй традиции избирательная комиссия республики будет проводить интеллектуальный марафон для зрителей РТС. На протяжении всей этой недели в эфире нашей программы мы будем разыгрывать подарки от избиркома. Прямо сейчас вместе с начальником отдела общественных связей и информации аппарата избиркома Хакасии Дмитрием Кирсановым мы дадим старт марафону. Доброе утро. Да, заодно и правило расскажем. Доброе утро, Дмитрий Евгеньевич. Мы уже заинтриговали, думаю, наших телезрителей. Расскажите, что за викторину вы приготовили? Ну, во-первых, доброе утро всем, кто нас смотрит в столь ранний час. Надеюсь, что их очень много, этих зрителей. Всем хорошего начала недели. Действительно, для нас очень жаркая пора ближиться к финальному своему главному событию, дню голосования. Но помимо того, что мы готовим избирательный процесс, готовимся к тому, чтобы избирательные участки были готовы принять наших избирателей, мы стараемся внести, ну, определенный такой момент привлечения внимания к выборам. И уже действительно доброй традицией стало, что в преддверии дня голосования мы проводим различные конкурсы. Вот уже второй год подряд мы проводим интеллектуальный марафон. Проходит он уже вторую неделю, будет у вас третья неделя. Стартовал он на нашей страничке ВКонтакте. Прошлую неделю мы разыгрывали призы на одном из радиоканалов. И вот теперь у телезрителей вашего канала есть возможность тоже за свои знания о выборах получить достаточно хорошие подарки. Но вот мы каждый раз с вашим визитом вдвойне рады, поскольку вы приходите не с пустыми руками. Я так понимаю, что это призы. Да, это призы. Поскольку все-таки у нас соревнования интеллектуальные, то и призы должны быть интеллектуальные. Поэтому уже традиционно мы дарим книги, книги хорошие. Надеюсь, что они займут у победителей достойное место в их библиотеке. Да, вот скажите, почему вы всегда в качестве призов выбираете именно книги, а не какие-то другие подарки? Ну, все вытекает из названия нашего конкурса «Интеллектуальный избиратель». Потому что избиратель должен быть грамотным. Он должен быть хорошо подкован в избирательном процессе, хорошо знать свои права. А ключом к этому является хорошо сформированный интеллект. А интеллект можно развивать чтением, в том числе хороших книг. Вот именно такие хорошие книги мы и готовы подарить победителям. Но на этот раз Викторина немножко изменилась в плане заданий. Скажите, какие задания в этой задании? Да, мы решили в этот раз задание подстроить под формат канала, где он проходит. Если телевидение, то, вероятно, хочется, чтобы помимо текста было какое-то еще и видеоизображение. Поэтому мы подготовили пять картинок. То есть наши участники увидят прежде всего картинку, которой будет задан вопрос. И в самой картинке есть либо подсказка, либо какой-то намек. То есть она все-таки не отвлеченная от вопроса. Так что внимательно смотрите на телеэкран и слушайте вопрос. Ну и поскольку, я так понимаю, официальный старт марафона уже дан, предлагаем озвучить первое задание. Варианты ответов, я напомню, нужно отправлять по СМС на наш короткий номер 4647. Вначале не забудьте слитно написать «Утро РТС» и уже через пробел ваш текст. Еще мы есть в мессенджерах, ватсап и вайбер. Номер сейчас на экране. И победит тот, кто первым пришлет верный вариант. Давайте сразу определимся, что за подарок у нас будет. Давайте выберем первую книгу. Ну давайте начнем вот с такой хорошей энциклопедии. Энциклопедия орденов и медалей. И уже сегодня кто-то из первых правильно ответивших станет ее обладателем. Думаю, узнаем мы это очень скоро. Ну а если вы всю жизнь мечтали о такой замечательной энциклопедии орденов и медалей, то мы ждем ваш ответ. И если не повезет, не отчаивайтесь. Марафон будет длиться всю неделю. Ну а вам, Дмитрий Евгеньевич, большое спасибо, что этим утром заглянули к нам в студию. Желаем вам удачного дня и плодотворной рабочей недели. Всем тоже хорошего дня. Участвуйте в нашем интеллектуальном избирателе. И всем хорошей трудовой недели. На дворе понедельник, 27 августа. И вы по-прежнему смотрите «Утро Хакасии». Каким будет этот день? Солнечным или дождливым? Свежая метеосводка прямо сейчас. Сегодня по республике без осадков, за исключением поселка Копьево, малооблачно, ветер умеренный. Средние дневные температуры от 18 до 25 градусов тепла. Ночные не выше 15. В Черногорске и Усть-Абакане без осадков, ясно. Днем воздух прогреется до 25 тепла. В Сорске погода такая же, но температура на пару градусов ниже. 23 со знаком плюс. В Саиногорске и Бее малооблачно, дождя не будет. В светлое время суток в этих населенных пунктах плюс 24 градуса. В Белом Яре солнечно и немного теплее. Днем 25 выше 0. В Аскизе почти безоблачно. Днем воздух прогреется до плюс 25 градусов. В Баграде прохладнее, всего 21 тепла на термометрах. В Широ ясно, максимальная температура днем плюс 20. В Абазе и Таштыпе в дневное время 23-24 градуса выше 0. Днем переменная облачность, к вечеру вероятен дождь. А вот в Копьево синоптики обещают дожди в течение всего дня. На градусниках здесь плюс 18 в дневное время. В Абакане в этот понедельник безоблачное небо. Ветер умеренный, дождей не ожидается. К полудню воздух в городе прогреется до плюс 25 градусов. Ночью 15 выше 0. Да уж, не особо-то и жарко, но что поделаешь. Лето потихонечку уступает свои права сезону истинных романтиков. Вот точно так же прогноз синоптиков уступает место в эфире астрологическим предсказаниям. Овны. Сегодняшний день предназначен звездами исключительно для усложнения себя любимого. Сделайте что-нибудь ради собственного удовольствия. Тельцы. Сегодня у вас могут возникнуть проблемы на личном фронте. Спасти вас от перспективы оказаться неудел может сухой, рациональный и в высшей степени объективный подход к проблеме. Близнецы. Сегодняшний день будет удачен для всякого рода встреч и разговоров. От приятных дружеских бесед ни о чем и сплетен до деловых переговоров. Раки. Сегодня стоит начать что-то глобальное. Если же подобного желания у вас нет, то начните много мелких дел. Не пропадать же столь продуктивному дню даром. Львы. Этот день должен быть исключительно хорош. Жаль, что он не будет длиннее, чем остальные. Девы. Вы можете оказаться сегодня немного более эгоцентричными, чем следовало бы. И вам, конечно, не замедлят на это обстоятельство указать. Весы. Сегодня вам следует быть максимально осторожными во всем, что связано с финансовыми вопросами. Если есть возможность, подобного рода дела лучше вовсе отложить. Скорпионы. Если сегодня кто-то потребует от вас объяснить ваше поведение, процитируйте что-нибудь подходящее. Ну или попытайтесь отделаться шуткой. Стрельцы. Сегодня вы будете несколько более уязвимы, чем обычно. Не затрудняйте себя чересчур вдумчивым и скрупулезным подходом к происходящему. Ограничитесь простым наблюдением. Козероги. Сегодняшний день будет для вас легким и приятным. Радость будет приносить буквально все. Водолеи. В этот день вы склонны будете биться головой в незапертые двери. Прежде чем впадать в панику, проверьте, в какую сторону они открываются. Рыбы. Сегодняшний день будет полон сюрпризов. С самого утра вы будете находиться в постоянном подсознательном ожидании какого-то события, которое в корне изменит ваши планы. Это утро Хакайсии. В этот понедельник продолжаем заряжаться позитивом, но для начала надо как следует подкрепиться. И лучше всего это сделать на природе. Ведь последние летние денечки так и хочется провести в лесу, возле озера или реки. Пожарить шашлычки или барбекю, для которого прекрасно подойдет маринованное в горчице или меде мясо. Впрочем, не менее вкусно пожарить его можно и на сковороде. Белиссимо! Такой будет ваша реакция от нашего рецепта в рубрике «Успеваем». Свинина в медово-горчичном соусе – прекрасный вариант для семейного ужина. Готовится из обычных продуктов, а в итоге – настоящий деликатес. Ведь горьковато-сладкий соус придаёт свинине мягкость и сочность. Можете убедиться в этом сами. Пошаговый рецепт прямо сейчас. Итак, для этого блюда нам понадобится свинина без костей. Можно взять хоть окорок, хоть вырезку. Непринципиально. Я буду резать её кубиками. Примерно сантиметр на сантиметр. Как на гуляшек мы режем. Вот таким вот образом. Вы часто готовите это блюдо? Да. Я бы сказала, очень достаточно часто, потому что оно, во-первых, очень вкусное, сытное, быстро готовится. Соус получается чуть-чуть сладковатый, горчичный такой вкус. Тем более в сливочках всё это дело. Можно подавать с любым гарниром. Допустим, с картофелем, с рисом, да даже с макаронами. Путь к мужчине лежит через желудок. То есть, если вы, девушки, вкусно умеете готовить, ну, это уже 50% дела. Когда он приходит с работы, например, приготовишь, ждёшь, сидишь. Вот, потом сядешь напротив, он кушает. Ну, это же такая милота. В нашей жизни вот эти мелочи, они, наверное, более даже важны, чем какие-то глобальные проблемы. То есть, вот эти минуты радости, когда твой любимый кушает, ему нравится, это много. Следующий этап – лук. Чем больше, тем лучше. Режем его полукольцами. Затем нагреваем на сковороде подсолнечное масло и выкладываем кусочки свинины. Обжариваем минут 10, чтобы мясо подрумянилось. Ну, вы заметили, я его ещё не солила, не перчила, если ничего не делаю. Чтоб оно сочное было, мы это будем делать в конце жарки. Как оно зарумянилось, и сейчас я его солю и перчу. Вот, пошла жара хорошо. Хорошо поджариваем. Так, сейчас я сюда кладу лук. Так, и вместе с мясом, естественно, мы лук тоже поджариваем. И прямо сюда я кладу мёд. Сколько примерно? Так, чайную ложечку. Так, и сейчас быстренько перемешиваю. Мёд будет карамелизироваться. И наше мясо приобретёт такой глянцевый цвет. Теперь нам нужно чайную ложечку горчицы. Должно быть в одинаковых пропорциях. Мёд и горчица. Так, и теперь я кладу где-то, ну, такие большие столовые ложки сметанки. Ну, три давайте положим. Как почти по упасть. Да. И тоже начинается всё так быстренько размешиваться. Тушим мясо на медленном огне ещё минут 15. Всё, можно накрывать на стол. Согласитесь, блюдо выглядит великолепно. Аромат, поверьте, звучит тоже восхитительный. Так что станет настоящим украшением стола в выходной день. Убедитесь в этом сами. Успевайте. Доброе утро, родная Хакасия. Пока мы с вами начинаем новый день, в сети вовсю набирает популярность ролик, на котором агрессивный пеликан решил проглотить молодого человека. Зверский аппетит, а какой самоуверенный. Посмотрите, как он безуспешно пытается съесть сначала камеру беспардонного фотографа, а затем и вовсе голову парня. Опасная птица. Сомневаетесь? А пеликан, похоже, в этом полностью убеждён. К счастью, эта история закончилась хорошо. Все остались живы, пусть и немного голодные. В Хакасии тоже есть свои пеликаны. Подружиться с ними можно в любое время в республиканском зоопарке. Он, кстати, пополнился новыми птичками. А вот какими, отгадайте загадку. Летать они не умеют, зато в беге, пожалуй, самые лучшие из пернатых. Она уже практически освоилась в своём вольере. Спокойно гуляет и щиплет травку. Знакомьтесь, самка африканского страуса. В коллекцию нашего зоопарка поступила меньше месяца назад. Для Шерри, так зовут эту высокую красавицу, климат Хакасии не в новинку. Раньше она жила в Шеринском районе. Страуса уже содержат даже на фермах. То есть она прекрасно адаптирована к нашим условиям. Но, конечно, тёплый домик для неё будет построен в самое ближайшее время. Потому что всё-таки как бы не привыкла она к нашим морозам, но нужно держать её в тепле в зимнее время. А всё-таки для нашей местности это экзотика. Африканские страусы – самые большие птицы на Земле. В Европу с Чёрного континента завезены давно. Однако до сих пор ходит о них множество заблуждений. К примеру, что при испуге страус прячет голову в песок – это просто выдумка. Но пугать пернатых великанов, находясь рядом, всё равно не стоит. Одним ударом ноги он запросто может убить льва. Так что не рискуйте. А вот то, что страус не очень умён – очень даже правда. Ну вот об этом всегда много говорят, о том, что мозг очень маленький, что очень короткая память. Но если верить, скажем так, официальным данным, вполне, ну так оно и есть. Процесс адаптации у Шерри ещё идёт, но по наблюдениям работников зоопарка своим новым местом жительства она довольна. Она чувствует себя хорошо и достаточно уже активно, и легко и посетители её могут увидеть. Можно полюбоваться очень красивыми перьями. Тем более, что эти перья, как раз вот когда мы смотрим с вами карнавал какой-нибудь, да, особенно где-нибудь в Мексике, там как раз вот все эти буа, все вот эти украшения очень часто из натуральных страусиных перьев. Ещё одно крупное приобретение Центра живой природы – самка Эму по имени Стеша. Ей, в отличие от Шерри, повезло больше. Жить она будет не одна, а с женихом по имени Педро. И специалисты надеются, что это будет крепкая семья, которая порадует нас не одним выводком маленьких Эму. Тем более, что новая подруга Педро очень приглянулась. Интересный факт. Раньше Эму относили к страусам, но современные систематики выделяют их в отдельный отряд. Поэтому мы сейчас никогда не говорим страус Эму, а просто Эму. И они всё-таки ближе к казуарам. Так посчитали. Поэтому с научной точки зрения сейчас существует лишь один вид настоящих страусов. Это африканский страус. Так что Шерри по-своему уникальна. Кстати, если придёте в Абаканский зоопарк посмотреть на неё, обратите внимание на её соседа – хохлатую полосатую птицу небольших размеров. Это удобно. На балансе зоопарка уничислится, но чувствует себя, судя по всему, здесь как дома. Ну и в продолжении программы видео, способное у некоторых навсегда отбить желание летать. В Уфе очевидцы сняли на камеру смартфона посадку лайнера Ту-204 с горящим двигателем. Самолёт вылетел из Уфы в Сочи, однако почти сразу же вернулся в аэропорт, потому что его левый двигатель загорелся. В самолёте находились 204 пассажира, никто не пострадал. Кстати, судя по разговорам в ролике, поломка двигателя панику в салоне не вызвала. Мало того, после приземления большая часть пассажиров отправилась в Сочи следующим же рейсом, хотя некоторые от полёта всё же отказались. Вот я бы лично, наверное, тоже никогда бы больше не решилась на очередной полёт после такого. Ты знаешь, и на земле может много чего приключиться. Весёлые моменты в нашей рубрике «По приколу». О, щит! Живите активной жизнью! Находите время для самосовершенствования и укрепления спортивного духа. Но и про развлечения не забывайте, пусть этот понедельник станет отличным трамплином к долгожданной пятнице. Мечтаем о ней вместе с вами и мы. Продолжаем встречаться каждое утро на РТС. До встречи! Неделя ювелирной моды в «Золотом доме». Вы можете стать избранным обладателем неповторимых и притягательных коллекций ювелирных украшений. Ваш «Золотой дом». Субтитры делал DimaTorzok